Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. На улице лето и жара. Ну, вы наверно знаете, я вам не открыл Америку. И мы решили рассказать вам о рецепте домашнего мороженого. Но для домашнего мороженого нужна сгущенка. Естественно, покупать сгущенку в магазине не наш метод. Неизвестно, чего туда в магазине в эту сгущенку накидали. Ну, на самом деле, я очень сомневаюсь, что в ней есть молоко. В общем, это первая часть видео или первое видео о том, как приготовить домашнюю сгущенку. А завтра или послезавтра из этой домашней сгущенки мы приготовим домашнее мороженое, и вы сможете со своей семьей насладиться прекрасным домашним мороженым, там, с морейником, шоколадкой, со всеми делами, как положено. А кто-то может просто любить сгущенку. Вот я сгущенку так в сыром виде не очень люблю, а я помню по детству мой брат брал вот это вот, помните, синенькие баночки такие, потому что они сейчас подаются, просто сгущенка уже не та. Брал вот так вот ее, садился ложкой и реально схомячивал всю банку. Ну вот просто там мы на даче отдыхали с братом, так он любил сгущенку. В общем, друзья, сгущенку приготовить очень просто. Нам понадобится литр молока, но это где-то мы получим 400-450 грамм сгущенки и 200 грамм сахара. В первую очередь надо молоко вскипятить, но перед тем, как его вскипятить, надо его не разлить. Молоко на плитку, плитку в резетку, поехали! После того, как молочко закипело, отправляем сюда сахар и размешиваем его до полного растворения. После этого уменьшаем огонь до минимума и оставляем молоко кипеть на минимальном огне. То есть оно должно чуть-чуть так подкипать. Не кипеть, прям аж кипеть, а чуть-чуть подкипать. Прошу прощения. Друзья, и наша задача выпарить примерно половину молока. Но делать это надо очень медленно. Не делайте так, чтобы оно выпарилось моментально, быстро. Потому что его можно реально выпарить и минут за 5, за 7, ну за 10 на крайняк. Но тогда оно станет коричневого цвета. И, соответственно, гущёнка наша станет коричневого цвета. Поэтому действуем осмотрительно и медленно. Уменьшаем нагрев, чтобы молоко чуть-чуть кипело. Время от времени его помешиваем, естественно. В общем, я думаю, где-то выкипит оно процентом на 25, я вам покажу результат. А потом уже, когда выкипит на 50%, посмотрим конечный результат. Через час молочко выварилось примерно на 30%. Ну, выкипело примерно на 30% жидкости. И приобрело такой нежный кремовый цвет. По вкусу я его только что попробовал. Оно уже очень похоже на сгущенку. Но ещё надо варить, я думаю, минут 30-40, чтобы оно выпарилось именно на 50% минимум. При этом не ждите, что оно загустеет и будет консистенцией сгущенки в то время, когда вы его варите. Загустеет оно позже. Прошло почти 2 часа. И молоко выпарилось на 50-55% выпарилось. Получилось такого красивого кремового цвета. И что мы сделали? Для того, чтобы проверить, действительно ли это получилась сгущенка, мы взяли немножко молочка отдельно в блюдечко и охладили его быстренько. Оно получилось такое достаточно тянущееся, ну в общем, получилась сгущенка. Теперь надо провести ещё одну небольшую операцию. Нагрев выключаем. Через мелкое ситечко процедим нашу сгущенку, чтобы исключить попадание каких-нибудь комочков, которые могли образоваться. Тут нужна вторая рука. Вот таким вот образом действуем. Сейчас процежу всю сгущенку, друзья, и посмотрим, сколько её получилось. В результате из литра молока и 200 грамм сахара у нас получилось 420-450 грамм сгущенки. Теперь, друзья, даём ему остыть при комнатной температуре, потом на пару часиков в холодильник и попробуем, что же у нас получилось. Через пару часов, как я и говорил, сгущенка застыла. И можно пробовать, друзья. Я уже попробовал, если честно. Как я и говорил, в детстве я не очень любил сгущенку, больше любил её мой брат. Но это, друзья, это просто божественный нектар. Она реально очень вкусная. То есть она даже лучше, чем была 30 лет назад в тех вот голубеньких баночках, которые мы все очень любили. Она просто невероятная. Потрясающая. Самая лучшая в мире сгущенка. Если вы хотите сделать шоколадную сгущенку, делается это очень просто. Я шоколадную сгущенку просто в принципе не люблю. На этапе нагрева берёте любую ёмкость, ложку какао столовую, ну вот на это количество, столовую ложку какао. Размешиваете в этой ёмкости маленькой, ну вот допустим, отливаете сгущенки в такую пасочку, хорошенько размешиваете какао и вливаете назад сгущенку. Всё перемешиваете. На процессе, на последнем уже где-то за 10-15 минут до готовности. Количество шоколада, количество какао можно регулировать. То есть, насколько вы хотите её шоколадную. Можете пробовать, или если хочется более шоколадную, добавлять 2 или 3 ложки какао. Ну, мне так нравится больше. Ну так она, конечно... Я не могу сказать, что это сгущенка, приготовленная по ГОСТу. По ГОСТу она готовится немножко по-другому. Есть ещё дополнительные ингредиенты. Но это совершенно настоящая натуральная сгущенка. Без единого дополнительного ингредиента, как вы видели, только молоко и сахар. Поэтому с удовольствием представляем вам этот рецепт. А мы сейчас для вас, друзья, начнём готовить мороженое. Серёжа мороженое. Как в этой песне про Серёжу мороженого? Не важно. Пирожное. А, пирожное, а не мороженое. Ну, я опять, как всегда, всё перепутал. Ссылку вы найдёте на видео с рецептов приготовления мороженого в описании этого видео и в конечной заставке. Друзья, пошли готовить для вас мороженое. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх. А мы будем для вас снимать новые интересные рецепты. Всего доброго. Пока.